здравствуйте дорогие друзья скоро пасха велик день значит пора печь пасхи вот такие нарядные праздничные сдобные и необыкновенно вкусные испеченные по старинному рецепту моей бабусе гали каждый год пеку и сегодня хочу поделиться с вами этим удивительным рецептом для пасочки нам понадобится мука масло сливочное молоко сахар яйца ванильный сахар изюм соль желтки дрожжи молоко и мука и немножко сахара из этого количества мы сделаем опару из этого белка лимонного сока и стакана сахара мы сделаем помадку когда нужно будет уже мазать наши пасочки изюм я заранее помыла потом кипятком залила и сейчас вот он высушился на салфетках вот такой он набухший без корешков молоко нужно закипятить и тепленькое она у нас будет сливочное масло нагреваем не кипятим просто чтобы оно было мягкое муку просеиваем насытим ее кислородом дальше делаем опару на опару из общего количества мы берем стакан молока стакан муки 50 грамм сахара и 75 грамм дрожжей раскрошили дрожжи свеженькие из общего количества сахара берем буквально две ложки с горкой размешиваем молоко тепленькое ну вот руке тепло 40 45 градусов не горячая наливаем в дрожжи размешиваем растворяем дрожжи сахар и добавляем муку сейчас мы должны получить такую опару оставляем накрываем буквально на 10 минут нам нужно яйца размешать с сахаром разбиваем над отдельной тарелочкой яйца перед этим помыли соль сахар сюда размешали хорошо добавляем туда наше масло пока мы размешиваем яйца сливочное масло и ждем когда подойдет опара ух ты мой хороший уже хорошо поднялась ай шапочка какая давай сюда к нам белки идут в помадку отрежу . тоже в тесто сюда опара яйца сахар масло и молочко для удобства беру большую кастрюлю и переливаю туда частями начинаем добавлять муку этапами и размешиваем следующую порцию муки вот так вот такое должно быть тесто у нас хорошо вот так ну вот ванильный сахарочек можно добавить добавим масло подсолнечное и размешаем ну все мы собственно сделали наше дело сейчас добавить изюм вот сюда мы помещаем изюм добавляем немножко муки так он будет равномерно в тесте распределяться замешиваем уже с изюмом все мы собственно сделали покрываем салфеткой и оставляем в теплое место на два часа так а теперь мы должны смазать их маслечком и посыпать манкой внутри и вот так краешки проворачиваем и посыпаем это первый раз тесто поднялось обминаем и еще оставляем на час в тепле для второго раза мы дождались той раз она поднялась но все раскладываем по формочкам и еще формочках дадим ему подняться ну то есть поднимается получается три раза хотела показать какое оно внутри вот так вот мы потихонечку должны все равно его размять вот она посмотрите на его структуру вот такой вот видите волокна прямо вот такие вот мы сейчас спустим туда еще кислород и разомнем руки смочили подсолнечным маслом ну и растительным неважно прям руками отрываем кусочек теста и раскладываем формочки занимать приблизительно чуть больше 3 то есть практически половинку делаем такой как бы круглый шок тесто вот такое живое живое если где-то изюминка будет сверху мы ее стараться внутрь потому что ну сверху изюминки могут подгорать или заставлять тесто трескаться по формочкам и опять в ванную там тепленько на 10 минут должны подняться подросли у нас пасочки наши идем в духовку 170 градусов на 30-35 минут будем смотреть большие 30-35 маленькие которые будут вообще могут быть по 15 и еще один момент если духовка старенькая без конвекции то лучше на дно духовки поставить противень с водой заранее чтобы она была нагрета и еще одно из этих 30 минут 15-20 минут не открывайте духовку пасочки подымаются через 20 минут аккуратненько можно открыть духовку и нужно и сверху накрыть фольгой или пергаментной бумагой чтобы верх не подгорел взгляните из духовочки мы достали понятно что еще раскаленная горячая тоже будьте осторожны и что хотела вам сказать когда будете доставать вот такой шпажкой аккуратненько находите место чтобы практически по диагонали до дна достать и посмотреть на шпажку чтобы она нигде не было сырая но здесь видно что пропечено ну и так осторожненько и так со всеми остальными а вот пример кстати когда помните я вам сказала что изюмчик нужно прятать вот спрятанный спрятанный остальной по вылазил вот который был не спрятан он и подрумянился мы его раз практически он высох вот почему нужно прятать потому что они превращаются просто в сухие вот такие горошинки первые уже вышли из духовочки немножко побудут в форме это буквально минут 10 ну вот уже горячие но можно держать просто больше 10-15 минут не надо и вынимать вот так пока первые пасочки остывают а следующие пекутся готовим глазурь для этого нам понадобится 6 белков это 200 грамм 2 стакана сахара 400 грамм 100 грамм сахарной пудры пудра придаст помадки прочность одну чайную ложку лимонного сока две щепотки соли и две пачечки ванильного сахара белки в кастрюльку даже идет сахар щепотка соли ванильный сахар лимонный сок на водяной бане кастрюлька в кастрюльке понадобится буквально 2-2 с половиной минутки снимаем с водяной бани сразу же начинаем взбивать миксером это может занять 3-5 минут в зависимости от той плотности какой вы хотите добиться это не безе это не меренга это белоснежное волшебное облако давайте украшать наши пасочки буся обычно покрывала их белковой помадкой и запекала в духовке мы тоже сейчас так сделаем только благодаря миксеру и сахарной пудре нам не придется запекать белковую помадку она затвердеет сама берем пасочку набираем крем силиконовой лопаткой или ложкой если вам удобнее делаем такую шапочку мар раз и плавными движениями намазываем по кругу так смотрите как красиво получается ну вот смело идем наряжать большие ну вот посмотрите какие мы с вами молодцы постарались на совесть и кажется у нас получилось пеките мои хорошие с наступающим светлым праздником вас здоровья вам и счастья